привет всем друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут июля митра и первым делом я хочу вас поздравить с наступившим новым 2023 годом съемки я веду на работе это такой интересный момент потому что многие проекты и идеи для проектов у меня зарождаются на работе я работаю с детками мы творим всякую разную хотя сказать дичь но нет всякую разную красоту и здесь частенько рождаются те самые проекты которые я вам показываю в общем где рождаются мои фантазии и потом они уже дома завершают свою творческую мысль и я конечно же показываю их вам в общем я вас приветствую в этом влоге декабря здесь будет очень много интересных проектов под съемок я надеюсь и наверное еще будут встречи во всяком случае у меня запланирована как минимум одна встреча со своей подружкой творческой я думаю все ее знаете в общем смотрите обязательно будет интересно так что приглашаю к просмотру этого влога берите с собой вкусняшки я уверена что-нибудь еще с новогоднего стола осталось возможно тазик оливье возможно у кого-то есть салат с крабовыми палочками возможно у кого-то бутера еще остались в общем хватайте все самое вкусненькое чайок кофеек возможно что-то вкуснее и покрепче и айда смотреть и снова всем привет продолжаю вести декабрьский влог и у меня здесь внезапно подарочный пакет я давным давно не украшала какую-то упаковку и я думаю декабрь новый год самое время для таких праздничных красивых апгрейдов таких праздничных украшений и я вот буквально одной ногой стою на выходе этот подарок сейчас отправиться вместе со мной поздравлять мою подружку алену и там я подготовила для нее как вы думаете что как вы думаете что до небольшой адвент календарь в общем я долго смотрела на эту коллекцию от арту зора я ее вам показывал в прошлом влоге и до альбома у меня еще руки не дошли вот на этот момент определенно точно нет и я долго смотрела на эти стикеры которые были в этой коллекции и решила что используя вот этих двух замечательных девочек они кстати довольно крупные получается где-то больше десяти наверно сантиметров короче очень крупные девчонки крупный такой стикер и я решила что именно для украшения пакета будет самое то ну вы посмотрите смотрите как замечательно это смотрится и плюс у меня еще был лис адвент календарем на оборотной стороне обложки этого набора бумажки снежная сказка и наконец-то запомнила название но возможно это ненадолго в общем у меня был лис адвент календарем и я решила его порезать и таким образом собрать для алены подарок увидел ответ календаря ну как бы логично же вот поэтому здесь у меня пока что вот для съемки я сохраняла зажим но внутри там 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 куча подарочков лежит все сложено вот красивенько здесь вот у меня шаричек такой там бирочка тоже из этой коллекции для альбомов такие бирки конечно же не подходят а вот для упаковки кажется мото особенный подарок для тебя там вот я написала 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 вот ну и конечно же украсила пакет в принципе я использовала практически все стикеры с этого листа не матовые отлично подошли к украшению пакета и получилась вот такая вот девчачья нежнятина девочки подарочки 1 2 подарочек и снежинки я взяла и надпись конечно же мне кажется все замечательно для оформления фона я использовала книжные листы просто знаете по классике как можно не использовать книжные листики они замечательно усложняют фон нанесла свою любимую текстурную пасту через любимейший трафарет от фабрики декор увязанное полотно классика просто нового года вот если мне нужно что-то быстро задекорировать и сделать какое-то такое оформление в снежное новогоднем стиле этот трафарет всегда меня выручает вязанное полотно ребята это самый настоящий must have пригодится всегда вот реально всегда можно там снежинки не иметь можно какие-то точки круги не иметь но вот для зимних работ один единственный трафарет выручит вас всегда поэтому здесь принципе очень простое получилось оформление я использовала книжные листы я использовала текстурную пасту через трафарет и также я здесь добавила вырубку немножко сейчас попытаюсь припарковать этот пакет чтобы вам показать как все выглядит он в принципе получился довольно увесистый да здесь у меня стикеры я ее садила на бумажку потому что стикеры довольно тонкие какие-то вот снежинки допустим я клеила прямо к пакету но дополнительно всегда добавляю клей потому что мало ли отвалится ну как бы такое себе меня это не устраивает также здесь добавляла вырубки много здесь вырубка снежинки из белой бумажки также снежинки делала вот такие серебрушки это та самая самоклейка из фикс прайса конечно серебро такого темного цвета но она здесь замечательно вписалась вот чередовал очередовал и плюс я конечно же нанесла брызгинку не могла удержаться очень простое но эффектное оформление пакета брызгала двумя видами краски одна из них декоративная от полета в общем краска металлика вот такой вот перламутровый эффект у нее фиолетовый замечательно подходит под цвет этого пакета под оформление этих двух девчонок которые будут пить кофе прям вот через буквально часик я буду пить кофе соленый возможно не только кофе в общем план капкан волшебство рядом бирочка все дела ну и вот эти беленькие капельки это грунт паста белый акрил все чем можно побрызгать я обожаю технику брызгинга поэтому делать на образ для меня это классика и это очень-очень здорово смотрится очень пакетик такой внушительный получился видите моя рука и пакет вот ну и конечно же вот эти штучки украшала при помощи бумажки тишью ну и вот добавляла кусочки адвент календаря мой любимый также скотч здесь уже с глиттером плюс вырубка и циферка и вуаля надеюсь алена будет распаковывать идя по цифрам я на бирочке так и написала следуй что-то там по календарю или иди за календарем в общем я думаю тут ничего сложного вот здесь немножко цифра код осталось я их сейчас положу обратно в пакетик ну и буду собираться дальше в общем вот такое вот оформление вот такой вот пакет у меня получился о внушительный он конечно внушительный и тяжелый и финальные его штрихи я добавляла я сделала бант и шарик придела ну и плюс бирочка как-то мне хотелось добавить такой актер чтобы это все смотрелось и очень тяжело это снимать потому что он объемный а у меня место для съемки не такое уж большое здесь балкон и сейчас внимание хоба газеты здравствуйте как бы такое себе да в общем здесь у меня праздник волшебство рядом подарочки подарочки конечно же я надеюсь алене то понравится вообще когда выйдет этот влог она конечно же это все распакует и надеюсь покажет очень в любом случае она все это увидит поэтому могу спокойно отснять показать вам я очень довольна тем что у меня получилось я успела все это упаковать в принципе в моем арсенале всяких классных штучек для скрапа нашлось очень много всяких интересностей вот я надеюсь алена будет наслаждаться распаковкой радоваться и в общем получать удовольствие от всей этой красоты все-таки это здорово это праздник и это маленькое такое волшебство вот волшебство рядом в общем название пакета волшебство рядом magic вот такой вот зимний magic у меня получился как вам оформление она конечно очень простое ничего вообще сложного в этом нет абсолютно легко как видите вот несколько компонентов и ура у вас все готово так что вот хотя бы маленький нюанс работы с этой коллекции снежная сказка торт узора я его я эту задумку выполнила немножко поработала я конечно постараюсь дойти до альбома но пока что вот пока что я очень рада хотя бы хоть что-то использовала тем более эти девочки они по-любому бы не вписались в альбом они слишком крупные вот ну и плюс элементы я уже так посмотрел это думаю отлично вот сюда они просто замечательно подойдут ну и немножко красоты еще раз вам покажу все-таки я считаю очень красиво блестят снежинки очень красиво переливается вот этот перламутровый оттенок краски и в принципе все я еще хотела какого-то топпинга положить типа блесточек но мне кажется здесь уже было бы лишним вот так что вот такой вот у меня подарочек для алены вот такая вот декабрьская работа оцените поставьте лайк если вам нравится ну или напишите в комментариях что вы об этом думаете как вам такая упаковка но я пойду собираться на встречу надеюсь алене понравится мой подарочек до скорого привет народ иду по засенеженной блин улице у нас все потекло и у я в гомеля если что я дома и я иду на встречу с аленой мы идем поздравлять друг друга с новым годом там у меня подарочек очень классный вот вот там вот чуть-чуть даже бантик покажу подсмотреть в общем погода мерзотая мы тут встречаемся в кафешке и собираемся очень хорошо посидеть вот думала и будет больше времени отсняться но к сожалению все что я могу показать это мой пакет который с новым годом и рождеством в котором пакет пакет в пакетах лучшее изобретение человечества всем привет я тут на остановке практически в таком это режиме и отснимаю приветствие в общем друзья я иду на встрече с соленой я уже это показала но все таки покажу еще раз мы посидим хорошо поздравим друг друга с новым годом и я надеюсь вот это вот какашка которая сейчас везде она ну не до конца растает потому что выглядит это все ужасно власти дождь идет просто мерзость очень друзья мои небольшое такое включение для влога просто хотел показать что жизнь кипит мы друг друга поздравляем встречаемся и побежала я быстрее потому что иначе я щас буду мокрая как курица в общем до следующего включения и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наша площадь! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ну и чудесные надписи. Это, по-моему, Агиарт, которые мне дарила Алена. Они также, кстати, сделаны на таком же перламутровом картоне. И отлично. Вот видите, мерцают, сияют и, конечно же, гармонируют с этой темой, с этой открыткой. Поэтому я решила их добавить в эту композицию. И мне, в принципе, очень нравится то, что у меня получилось. Стразы я клеила на Glossy Accent. Классический такой для меня вариант. Приклеивание таких тонких элементов, которые хочется, чтобы они удержались. Потому что какие-то у меня элементы держатся на самоклейке. Она все-таки имеет свою фактурку. А вот на вырубке, конечно, есть вариант, что просто все отвалится. Поэтому я решила перестраховаться и добавила, конечно же, Glossy Accent. Ну и, в принципе, сияния и блеска здесь достаточно. Поэтому праздничная часть, как по мне, вполне себе закрыта. На обратной стороне только штампик, ручная работа. У меня на пальцах, конечно же, клей. Что же еще у меня может быть после работы? В общем, друзья мои, вот такой вот у меня вариант. Дуэт открыточек новогодних, новогодне-рождественских. Без понсетти, без объема. Просто, ну не совсем чисто, конечно, просто. Потому что фон вот этот теснен. Но, как по мне, такой простой, но весьма эффектный новогодний вариант. Как вам такая тема? Напишите мне в комментариях, что вы об этом думаете. Как вам такой вид открыточек? И еще включусь. Эй, снова привет. Небольшая подсъемка для декабрьского влога. Решила показать, что у меня происходит сейчас. Практически уже конец декабря. Я в процессе упаковки подарков огромных просто количества. И так уж совпало, что на этот период у меня попал обмен АТС. Я собираюсь это все отправлять, конечно же. И прям вот реально, ребята, у меня комната похожа на склад. Склад с подарками. Но я помню о том, что нужно тоже девочкам отправлять подарки. Пусть большие АТСки, пусть маленькие презенты. Но все это нужно, конечно же, красиво упаковывать, презентовать. Ну и не забывать вообще заниматься какими-то скрапами, проектами. А не только украшением конвертиков. Вот, кстати, про украшение конвертиков. У меня здесь готовы два конвертика на отправку. Это для девочек, которые победили в розыгрышах вырубки. Лена победила в розыгрыше кулинарной вырубки. И Оля в розыгрыше вырубки на тему Хэллоуин и Готики. Вот для девочек я уже подготовила конвертики. Я их украсила, решила вам показать. У меня активный мейл-арт происходит. Вот такой вот желтенький крафтовый конвертик. И украшение в классическом таком новогоднем цвете. Пуансетти, ягодки. Здесь тоже ягодки получились. Ну и, в принципе, здесь и скотч, и всякие элементы такие. Я подбирала на новогоднюю тему, чтобы это все соответствовало и было по классике. На самом деле это происходит весьма-весьма рандомно. Мне просто под руки попадаются какие-то высечки. Я дальше с ними уже смотрю, что делать. Вот недавно я распаковывала подарки от Алены. И там были высечки. Вот такие летовые резушки. Тоже они немножко странные. Но я их отложила как раз-таки для мейл-арта. Мне нравится их так использовать. Почему бы и нет? Нет, это красиво, это вдохновляет и создает праздничное настроение. Так что вот девчонка сделала два таких разных абсолютно по оформлению конвертика. Этот более такой современный. Тут надо такой скотч подклеить. Это у меня любит иногда скотч отходить. И более такой задорный, наверное, да. Хотя я сюда тоже винтажное. Вот кусочки листов добавляла из словаря. Вот такие элементы. Ну, прикольно. Мне нравятся вот эти вот штампы-билетики, которые я вам недавно показывала. С распродажи просто они мне вызывают восторг. Я очень ими довольна. И, конечно же, штампую. Вот здесь штамповала тикет. А здесь вот такой красненький с бабочкой у меня получился. В общем, конвертики очень нравятся. Вот эти вырезухи я не знаю откуда, от какого бренда, из какой коллекции. Просто под руки попались, как я уже сказала. А здесь у меня вырезухи от Summer Studio. Тоже какой-то новогодний лист. Вот они мне реально. Я не знаю, куда их использовать. У меня огромные пакетики со всякими вырезушками лежат. И я прекрасно понимаю, что это нужно использовать. И чтобы оно не залеживалось. Так что я максимально спускаю в дело всю эту красоту. Все эти штучки, вырезушки, высечки, штамповки, конечно же. И меня это нереально радует. В общем, вот такой вот у меня mail art в этом месяце. Вот такие два конвертика. Поеду к девчонкам, конечно, запишу их адреса. Добавлю сюда прикольные марочки. И подарочки поедут к девчонкам. Надеюсь, они в скором времени доберутся. Хотя, не знаю, это надо в Россию отправлять. А там пока доедет, пока доставится. В общем, я просто питаю надежду каждый раз, чтобы все это успешно дошло. И не возникло никаких проблем по дороге. Ну и второе, что я хотела вам показать. Это процесс, который я вовлекла сама себя. Для того, чтобы поздравить своих коллег с наступающим Новым Годом и Рождеством. Я каждый год делаю какие-то презенты. В прошлом году я делала шоколадницы из крафтовой бумажки. Упаковывала, конечно же, декорировала их. Всем очень понравилось. Но в этом году я решила сделать другие колоры. Поместить туда немножко другие вкусняшки. Ну и вообще мне нравится использовать коробочки для подарков. Это очень удобно. Купил немножко презентов, каких-то сладостей. Добавил какой-то еще подарочек. Допустим, я вот хочу подарить в этом году маски для лица. Это здорово. Всем девушкам и женщинам полезный такой косметический продукт. Ну и решила еще это делать в коробочке. В этом году у меня получилось аж 6 заготовок. Это много. Я не знаю, как я все это успею. У меня вот такой гигантизм по количеству получается с каждым разом. В общем, я подготовила коробочки. Основа это фабрика декора. Я уже склеила коробочки. Вот так они открываются. То есть вот это вот пространство. Здесь небольшое, но коробочка при этом выглядит весьма празднично. На распродаже я урвала себе листы с бумагой новогодней. И там мне попалось несколько классных листиков, которые я и хотела пустить в дело. Вот эти листики. Здесь у меня лист от Artuzora. Их было несколько. С одной стороны вот такие дощечки. Здесь вот снежинки я как раз таки использовала. А на оборотной стороне вот такая мешковина. Она классного мятного оттенка. И я ее, как видите, тоже использовала. Не могла не использовать. Они очень классно сочетаются с тем листом бумаги, который я, собственно говоря, и порезала на вырезухе. Вот эти чудесные пуансетти. Здесь лист от Минтая, Крисмас Сторис. Старая, конечно же, коллекция. Здесь вот 2018 год. И вот такие вот пуансетти, астролисты. Очень красивая коллекция. И вот частично я этот лист порезала. У меня еще один такой есть. Он пойдет на вырезушки. И плюс еще было вот таких два листа. Они довольно объемные были по элементам. С одной стороны. Но я использовала вот эту сторону фоновую. Она тоже мятная. И, как видите, замечательно подходит. И сочетается с другими фонами для выбранных мной коробочек. Так что я буду украшать. Буду украшать вот этими замечательными пуансеттями. Буду использовать цветочки от Алена Флауэрс. Которые мне Алена презентовала в моей дизайнерской посылке. В моем боксе амбассадорском. Поэтому буду активно украшать, чередовать. Добавлю, постараюсь в всяком случае добавить шелковые ленточки. Чтобы презент получился и праздничным, и воздушным. И хочу еще добавить сюда атрибут этого нового года. Кролика или котика. В общем, у меня что-то есть такого же плана, как ментай. То есть кролики, что-то в этом роде. Какие-то, в общем, вырезушки из вот этого же бренда. Поэтому я постараюсь это все смиксовать. И как-то добавить, чтобы все получилось очень красиво. Так что, друзья мои, пожелайте мне удачи. Я тут в процессе. Декабрь остался уже там, боже, осталась неделька всего. А я вот пребываю в таком оформлении подарочном. Надеюсь, все успею. В принципе, я не планирую здесь каких-то супер таких сложных нам громождений. Я хочу при помощи простых элементов, но за счет слоев, создать красоту. Так что, в общем, я пошла работать. Я пошла вдохновляться вот этой чудесной рождественской темой. И творить подарочки для своих коллег. В общем, надеюсь, им понравится. Надеюсь, вкусными окажутся эти коробочки. Ну и полезными. В конце концов, подарок будет составным. Ну а вам уже покажу, что у меня получится в итоге. А еще хотела вам показать свою подарочную посылку. Точнее, это небольшой такой презент от Алены Гусько. Алена, тебе большой привет. Алена как-то на распродажу урвала огромную посылку с чипбордом. Ей много всего положили. Она говорила в видео о том, что не хочет себе абсолютно все элементы. Я и написала, и попросила поделиться. Мне были интересны некоторые позиции. И Алена была так добра ко мне, что отправила мне, внимание, огромную коробку чипборда. Я сейчас просто в шоке нахожусь. Алена, огромное тебе, конечно, за это спасибо. Но вот правда, хотела в этом влоге уже показать. Потому что как-то я не ожидала таких посылок приятных. Но многое из того, что здесь есть, я также буду раздаривать. Потому что, ну, надо делиться все-таки добром, делиться красотой. Здесь вот на такой чудесной карточке Алена написала мне пожелание. Надеюсь, в этой коробочке ты найдешь вечий борт, который тебе приглянулся, и даже больше. Да, здесь определенно больше. Я в шоке вообще от того, что здесь вообще лежит. С наступающим Новым Годом и Рождеством. Вот такая вот чудесная карточка. Ну и давайте я вам покажу, что здесь мне Алена положила. Я должна сразу сказать, это просто подарок. И я от него в шоке. Потому что здесь огромное количество чипа. И я немножко растерялась. Я уже какие-то чипборды положила девчонкам в подарки. Потому что, ну, куда мне столько? Этим действительно надо делиться. Огромное-огромное количество. И здесь еще есть какие-то тайные сверточки, о которых я тоже ничего не знаю. Ну, предлагаю по-быстрому посмотреть чипборд. Хотя я тут в растерянности. Многие палетки повторяются. Вот, допустим, вот такая вот детская палетка. Здесь их, по-моему, две. Вот такие классические рамочки. Рамочки у меня как раз закончились. Так что это очень пригодится. Мэри Крисмас. Надпись. Отлично. Здесь, по-моему, три или четыре палетки. Красота. Так, вот такой вот мешутка. Хорошенький. С детскими работами я не часто работаю. Работами работаю. Вот так. Вот эти кресты, которые я хотела. Алена сказала, что они вообще не нужны. Как раз это позиция, которая мне понравилась и которую я хотела использовать. Я, конечно же, их присматривала для готичных и для хэллоуинских работ. Но, конечно, крест это больше у нас ассоциация с готикой. Потом вот такая вот Little Princess, маленькая принцесса. You and me forever and ever. Ты и я всегда и навсегда. Вовеки веков аминь. Так, кулинарная книга. Здесь, по-моему, тоже две палеточки. Маленькая балерина. Вот такая. Интересно, интересно. Так, вот такая штучка со скворечником. Очень красивая. На весенние работы пойдет. Вот, далее здесь у нас, сейчас я вернусь к этому, чековая книжка желаний. Сто лет я, кстати, не делала. Жду, когда, может, они вернутся в моду. Хотя, когда они вернутся в моду, я их делать не буду. Короче, надо продумать чековую книжку. Сто лет я, правда, не делала. Семейные традиции. Хорошая, кстати, надпись подойдет сейчас активно для использования в новогодних работах. Здесь, по-моему, да, здесь свадебный альбом. Классические такие надписи. И вот это тоже свадебный альбом. Чепборд, кстати, от нашего белорусского бренда Laser Scrap By. По-моему, он весь от Laser Scrap, а возможно и не весь. В общем, я дизайнерила когда-то для этого бренда. У меня даже есть шильдик с гравировкой Юли Митро. Мне Света, владелица бренда, делала эту шильду. Ну, она под заказ, в принципе, делала всем дизайнерам тогда. И все, что в общем осталось. Бренд, по-моему, закрылся. Но воспоминания приятные остались. Так, свидетельство о крещении. Вот в этом варианте меня интересовала только рамка. Надпись я буду срезать, удалять. А это использовать. Первое сокровище сыночка. То же самое. Меня интересовала рамка. Вот. И здесь мамины сокровища, которые я планирую срезать и использовать чисто как рамки. Весьма полезно. И вот такая вот шильда мамины сокровища. Я тоже, конечно, наверное, кому-то на подарок положу. Потому что я с сокровищами вообще никак не работаю. Дальше. Свидетельство о заключении брака. Вот такое вот. И еще одно свидетельство о заключении брака. Очень тонкий шри, с которым сложно работать на какой-то обложке. Он крайне-крайне деликатный и очень быстро ломается. Поэтому для меня здесь из полезного только рамка. Далее. Вот такие мамины заметки. По-моему, мамины сокровища. Тоже очень красивая рамка. И посмотрите, видите, надпись прям болтается. Такая, да. Но рамочка красивая. Далее. Вот такие мамины заметки. Вот такие мамины заметки. Точно девчонкам буду дарить. Потому что, ну, для меня одной этого очень-очень много. А девочкам чебор, я думаю, всегда пригодится. Поэтому, Алёна, огромное тебе за это спасибо. Я вообще в шоке. Я определенно должник перед тобой. Потому что, ну, куда мне столько? И все на халяву как бы. Нет, друзья, это перебор. Надо как-то добро возвращать людям. Так, вот такая книга пожеланий. И еще одна книга пожеланий. Вот такая. Вот такая еще книга пожеланий. Здесь тоже самое. Шрифт, скорее всего, удалю. Буду использовать только рамку. И вот здесь тоже, видите, все болтается. И это не очень удобно. А рамка всегда в деле пригодится. Так что, я в этом плане собираюсь задействовать по большей части рамочки. Вот такие крутые фонари. И они, кстати, деревянные. Дальше. Вот такая вот корзинка с вкусняшками. Я как раз рассматривала ее не только как кулинарку, но и такой новогодний атрибут. Почему бы нет? Фруктики, бутылочка, бантик. Тут вроде какие-то астралисты. В общем, возможно, на новогоднюю тему тоже подойдет. Потом также у меня вот такая вот палетка классная с гравировкой. Супер. Тут их, я так понимаю, две. Очень классные. Подарок Деда Мороз. Почта Деда Мороза. С Рождеством. Счастье, любви и чего-то там удачи. Так, НГ. Новый год. Вот такая классная снежинка. Очень классно выглядит, знаете. Такой сразу крафтовый, очень уютный вариант. Северный полюс. Почта Деда Мороза. Добра и счастья. Классные. Так, и тут еще вот свадебные остались. Наша свадьба. Наша свадьба, я думаю, хорошо видно. Причем такая крупная палетка, аж 10 сантиметров, скорее всего. И вот такая поскромнее, поменьше. В общем, такие классические варианты. Кто работает со свадебной темой, это действительно топчик. Потом вот такой вот весенний заборчик с бабочкой. Классненький. И вот такой вот зимний альбом. Здесь, по-моему, да. Здесь их две. Две штучки, две пластинки. Ну, класс. Зимний альбом. Вот must have всегда пригодится. И еще здесь Christmas. Я так понимаю, что там. А, просто надпись Christmas. Слушайте, их столько много. Их пять штучек. Пять на два. Это же получается 10-10 надписей Christmas. Christmas. Обалдеть просто. Алена, ты вообще меня задарила. Я в шоке. Вы понимаете, да? Просто вот такая огромная куча чеборда мне пришла. Я там попросила чуть-чуть. А Алена, как бы, я точнее написала Алене, что меня интересует. Я говорю, что положишь, что положишь. Я, как бы, абсолютно не настаиваю. Это моя была просьба. Если тебе что-то не нравится, я прихвачу. А она мне абсолютно бесплатно в подарок все это отдала. Короче, я тут нахожусь в шоке. Также здесь было что-то тяжеленькое. Я, когда получала эту посылку на почте, я тоже была немножко в шоке. Потому что, ну, я-то знаю, сколько весит чеборда. Я думаю, все знаете. А я легаю эту посылочку, пробую ее на вес и понимаю, что там что-то тяжелое. И я Алене сразу написала. Говорю, это что такое? Это что такое вообще здесь? Не должно быть что-то тяжелое. А здесь еще оказалась вкусняшка для похудения. Спасибо. Спасибо всем огромное. Похудеть для меня вообще не вариант. Ё-моё. Так, ладно, давайте раскроем. Придется рвать. Не буду я уже щадить эту упаковку. Сниму, посмотрим. И тадам! Комунаковская шоколадка. Новенькая, кстати, очень хотела ее попробовать. Беловежская пуща. Молочный шоколад с начинкой с черничным пюре. О, это явно очень вкусно. Эти шоколадки реально вкусные. Вот эта серия. Единственное, которое мне не понравилось, это с карамелью соленой. Там шоколад такое себе. Вот, поэтому сочетание не очень. А темный шоколад. Хотя здесь молочный шоколад с начинкой. Ну, вот советую попробовать вот эту всю фруктовую серию. Она действительно очень вкусная. Алена, большое спасибо. Да, похудею я, конечно. Конечно, конечно. Всем обязательно помогут. Ну, и давайте посмотрим, что здесь в этом сверточке. Мне жутко любопытно. Я даже не знаю, что сюда Алена могла положить. Здесь может быть... Ой, здесь, походу, открыточка. Так, так, так. Достаем, достаем, достаем. Все, да, это открыточка. Смотрите, какая милая, очаровательная, блестяшка. Да, и надпись. О, тут имбосинг на вырубке, домике, птичка. Как мило. Так, открываем. Прочитаю послание. С Новым Годом, с волшебства, смеха, счастья, тепла, мира, радости и достатка. И во всех делах порядков. Пусть все серое плохое, старый год возьмется с собой. Впредь лишь светлое мгновение создают пусть настроение. За почерк извиняюсь. Ну, ничего, у всех разный почерк. Аленушка, большое спасибо. Это так приятно, что я даже заговариваюсь. Ну, вы вот посмотрите на это. Это же милота, красота и куча подарков внезапных для меня. Это очень-очень приятно и поднимает настроение. Алена, большое тебе спасибо за вот это внезапное ощущение праздника, внезапное ощущение Нового Года. Я не ожидала такой стопки подарков. Я не ожидала еще и каких-то вкусняшек. Ой, ой, все. В общем, приятности в этом году еще. И за них огромное тебе огромное спасибо. Хей, снова привет, друзья. Заключительная часть для влога. Последний день декабря. И я умудрилась заболеть. Поэтому мой гнусавый голос будет окончанием этого влога. Просто как бы топчик лайк. В общем, у меня получился, конечно же, финал моих коробочек, которые я планировала сделать для коллег. Дарить я их уже буду, скорее всего, после Нового Года. Слышите, мое состояние. Я как-то, скорее всего, буду выздоравливать после праздников. Ну, а уже чуть позже отдарю своих чудесных и замечательных коллег. Возможно, не только коллег на работе, но и кому-то еще коробочками. В общем, буду их одаривать. Вот план капкан, как говорится. У меня все по плану. В общем, у меня получились вот такие коробочки. Я ничем больше их не украшала. Показывала уже, что есть бумажка. Там уже внутри упакованы конфетки. Ну и, конечно же, оставались только украшения. Я добавила сюда кружевка. Я добавила много вырезушек. Вырезушки у меня от Минтай. Из этой же коллекции, которую я показывала. Крисмас Сторис, по-моему, коллекция 2018 года. Также у меня здесь вырезушки не только от Минтай, которая с пансетиями, но и листики разнообразные. Это коллекция листочки для вырезания от Summer Studio. Здесь всяко-всяко разно, поэтому... Ну, по-разному, в общем, получилось. И животные разные. Вот этот, по-моему, олененок и еще какой-то вот этот олень. Он тоже от Summer Studio. А вот зайчики-кролики и телятки. Нет, не барашки-телятки. Господи. Барашки. Это уже также Минтай, но это, по-моему, пасхальная коллекция. В общем, все пошло в дело. Вот вырезушки. Вот все эти красивые штучки. Вот эти астролисты. Это вырезушки из коллекции Минтай. Как раз-таки Крисмас Сторис. Ну, и как видите, я добавляла все самое любимое. Листики какие-то из весенних коллекций. Также Минтай. А соседствуют они рядом с листиками от Summer Studio. Так как и там, и там идет акварельная рисовка. Все это вместе хорошо сочетается. И выглядит весьма и весьма привлекательно. Вырубки много. Блестящие звездочки я сюда добавляла. Овальная вырубка. Это у нас Fantasy. Очень мне нравится этот ножик. Стараюсь его использовать. Вот вроде небольшой ножик, но он сразу акцентирует внимание на том месте, где его используешь. Использовала его вместе с самоклейкой. Поэтому у меня все вот так вот чудесно здесь блестит и переливается. А вот и замечательный кролик. Вот такой вот чудесный он. У нас в пасхальной теме кролики не приветствуются. Это католическая все-таки история. Поэтому у меня кролики оказались актуальны в новогодних таких работах. Ну или рождественских. В любом случае, это год кролика. Да и просто животные всегда красиво очень смотрятся в таких работах. Ну и плюс, конечно же, когда они дополняются обилием украшений, блестяшек, конечно же. Это все очень и очень круто. Я использовала, конечно же, цветочки вот Алена Флауэрс, так как это будет вдохновление для бренда. Вдохновление, бог ты мой, это все болезнь, друзья мои. Вдохновение для бренда. Ну и, конечно же, кучу, огромную кучу топинга. А еще солнце вылезло, спасибо ему большое. И сбило мне всю цветокоррекцию. Спасибо огромное. В общем, огромное количество топингов, блестяшек. Вот здесь они лежат у меня. Те элементы, которые я использовала для создания этих коробочек. Здесь у меня вот такой вот топинг, который я себе приобретала. И который помог мне камешками, скажем так, украсить эти чудесные коробочки. Они прикольно смотрятся. Я их добавляла и на цветочки. Просто россыпью такой блестящей, изморозью что ли. Вот они легли красиво везде. Здесь и на цветочках, и на фоне, и на детальках. В общем, все, как мы с вами любим. Также я добавляла вот такой вот топинг, который мне дарила Катюша Хомова. Катя тебе привет. Вот такой вот стеклянный. Обалденный. Просто, видите, уже осталось тут. Ни о чем. Мне нужна ссылка. Мне нужна срочная ссылка. Кровь из носа. Я хочу тоже себе такой топинг. Из последних вот такой топинг мне кто-то дарил. Девочки, боже, у меня уже все. У меня в голове все потерялось. Мне кто-то подарил. Короче, вот такой вот замечательный, потрясающий топинг. И я его тоже здесь употребила. Он просто потрясающе смотрится. Мерцает, блестит. Все, как мы с вами любим. Вот эти стеклянные камешки. Стеклянные такие осколки. Очень красиво все смотрится. Ну и последнее, это, конечно же, блестки. Я добавляла вот такой вот шиммер. Вот этот чудесный цвет. Глиттер мерцающий от фабрики декору. Классический такой типичный шиммер. Он прекрасно смотрится на практически любых работах. Да вообще, куда не добавишь блесточки. Это всегда очень здорово. Вот видите, сразу праздничное мерцание, праздничное сияние. Ну и блеск поддерживается вот этими детальками, вырубкой. С самоклейкой серебристой. Очень красиво смотрится. Да и вообще коллекция такая приятная. Хотя вот эта бумажка, это арт-узор вообще. Но она по цвету здесь замечательно подошла. Ну и всякие, конечно же, листики. Хочу вам показать, что вот вырезушки. Это у нас Summer Studio перекликается с вырезушками из коллекции от Mintaya. Ну и вот эти штучки прикольные, красные. Это вообще наклейки, стикеры. Они у меня у детей лежали, мне их когда-то подарили. И я их использовала для украшения деткам, короче, отдала. А потом посмотрела, что они здесь будут очень классно смотреться. Как такие блестящие конфетки-карамельки. Это такие паф-стикеры, кругленькие. Очень прикольно они смотрятся. И вообще замечательно сюда вписались. Ну, на мой субъективный, конечно, вкус. Но мне нравится и все, и точка. Вот так что вот такие вот коробочки у меня получились. Здесь у меня получилось два кролика. Вот зеркальные они получаются. Вот такие два кролика. Holy Jolly. Надписи это, кстати, Tim Holtz стикеры. Вот такой вот второй. Кролик. Festive Humbug. Праздничный шалунишка. Что-то в этом роде, по-моему. Вообще-таки классные цветочки, конечно, от Алены. Я здесь и рождественские пуансетти сочетала, и обычные цветочки. Все-все-все у меня пошло в дело. Далее. Вот два барашка. Правильно? Такой вот овечки. Такой вот. Peace on the earth. Мир на земле. Надписи составляла сама со стикеров. И вот такой вот holiday wish. Праздничное желание получается. Ну, мы же загадываем желание под Новый год. Правильно? Поэтому здесь я посчитала, что это будет уместно. Ну, и две вырезушки. Мне вот как раз не хватало, потому что у меня были вот эти животные с коллекцией минтай. И мне не хватало. И я давай копаться в своих вырезухах с животными от Summer Studio. И поняла, что там есть чудесные экземпляры. Вот этот потрясающий олень. Он мне очень здесь нравится. Хотя тема вроде такая лесная была. Но здесь замечательно вписался. Tinsel Snowfall. Это у нас блестящий снегопад. Ну, тут видно, да, что блеска много. Все сияет. Все мерцает. Все блестит. Но мне очень нравится, как это выглядит. И да, к сожалению, камера не передает того блеска, как они волшебно все-таки выглядят. Ну, мне нравится, что получилось. Поэтому все волшебно, все прекрасно. И вот такой вот чудесный оленьонок. Очень замечательно смотрится. Frosty Season. Морозный сезон. Вот. В общем, все по теме. Подобралось. И вот так вот красиво выглядит. Очень меня вдохновляет то, что получилось. Считаю, что это действительно очень-очень здорово. В общем, вот такая вот шестерка коробочек у меня получилась для бренда Алена Flowers. И мой гнусавый голосочек. Вдохновение. В общем, я надеюсь, вы также вдохновляетесь темой Нового года, темой Рождества. И вам это действительно тоже понравится. В любом случае, мне очень понравилось работать с этой коллекцией. Единственное, что я не словила кайф, вырезая отдельные листики. Какие-то элементы из коллекции Christmas Story. Содментай. Мне очень неудобно почему-то вырезать эти вырезухи, листы на 250 грамм. Как-то мне тяжеловато. С ножницами мы долго ругались. Но я рада тому, что получилось. И, кстати, вот в эти замечательные коробочки. Основы, кстати, это фабрика декору. Если найдете где-то такие основы или что-то похожее, берите обязательно. Очень удобно. Очень быстро и красиво можно упаковать какой-нибудь вкусный или просто презент. Или вот такой вот знак внимания, благодарность. Здесь вмещаются четыре круглые большие конфетки. Можно запихнуть пять. Но я решила, не будем ничего портить, поэтому четыре. Так что вот. Вот такой вот небольшой сладенький презент. Это, знаете, вот такая замена открытка плюс шоколадка. А здесь дались коробочку, в которой что-то лежит приятно. Ну и, конечно же, можно еще что-то положить в бонус. Это будет как замена открытки и плюс немножко так подсластить подарок. Так что, друзья мои, я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Хотя, конечно же, на момент выхода видео уже все. Уже Новый Год настанет. Уже будет, скорее всего, близится Рождество или наступит Рождество. Возможно, этот влог выйдет в Рождество. Посмотрим. Это у меня последние деньки. Я уже такая температура, но надеюсь на лучшее. Я вас от всей души поздравляю с Новым Годом. Будьте счастливы, будьте любимы и будьте здоровы. В конце концов, не болейте ни в коем случае. Нет, нет, нет. Ну и, конечно же, будем скрапить, будем творить и будем вдохновляться уже в Новом 2023 году. Так что, друзья мои, спасибо вам всем за внимание. Шлю вам лайки, шлю вам обнимашки, целовашки. С вами была Юлия Митра. Мое рождественско-новогоднее вдохновение. Такие чудесные коробочки, сладкие презенты. И увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok